Всем привет, дорогие друзья! Ну вот мы наконец-то и едем в магазин бытовой техники, где посмотрим с вами новые модели телевизоров, посмотрим ассортимент, цены, наличие. Ну и так как камера все равно не сможет полноценно передать изображение, предлагаю вам ссылаться на мое независимое мнение простого обычного пользователя. Ну что, погнали? Смотреть телевизоры мы сегодня будем в гипермаркете ДНС, улица Туркестанская, город Оренбург. Ну сейчас перед тем, как начнем, абсолютно никого не призываю покупать какой-то конкретный бренд или модель, просто смотрим ассортимент, ну и кому интересно, прислушаемся к моему субъективному мнению. Поехали! Давайте начнем с этого телевизора. Это у нас Samsung, так, это по-моему того года, шестерка. Цена, на мой взгляд, немного завышена, хотя показывает, конечно, хорошо, показывает хорошо. Так, были вопросы по поводу больших телевизоров 65 дюймов. Вот смотрите, на примере, вот это у нас получается, это Sony 7 серии. Показывает тускловато. Вот даже на фоне, рядом стоит, например, LG 8 серии. Цена абсолютно одинаковая. Вот он показывает поинтереснее. Давайте посмотрим на контрасте. А вот теперь, смотрите, плавненько переходим рядом. Вот это уже получается Sony 85000. Это именно тот ризер, который купил я, только большей диагональю 65, я купил 55. Вот смотрите, как уже он смотрится значительно интереснее, чем все эти предыдущие. Так, это что у нас за модель? Смотрите, какой дешевый телевизор. Philips, вот, спрашивали про Philips, ребят, вот Philips 34000. Так, что по нему могу сказать? Ну, он показывает, естественно, значительно хуже, чем вот это вот. Ну, он, конечно, и дешевле. Тут, в принципе, чего от него ожидать. Следующий. Следующий телевизор у нас... Так, это уже какой-то дорогой телевизор. Это у нас Samsung. Так, это восьмерка. Ну, для 55 дюймов, я считаю, дорогой. И, честно сказать, да, да, конечно. Тут, бесспорно, он показывает значительно лучше, чем шестерка. Но переплачивать в два раза, не знаю, мне кажется, не стоит. Следующее наличие, значит, получается, он не показывает. Так посмотрим. То есть LG. Кто любит вот такие ножки? Я, например, люблю такие ножки, хотя вешу всегда на стену. 50 тысяч, 55 дюймов. Это у нас, значит, LG 7 серия. В принципе, уже много раз я его показывал. Вот это у нас, значит, 65 дюймов, Sony 7 серия. 50-я диагональ. 50 тысяч. Samsung. Вот это вот новая модель, кстати, по-моему. Да, новая модель. Samsung. Ну, выглядят рамочки очень тонкие для любителей эстетики. Ну, смотрите. Если, конечно, камера передаст, но вряд ли вы что увидите. Но могу сказать, что показывает, как следить. Поэтому, ну, не знаю, что сказать. Во, пошла картинка. Так. Отлично. Очень, очень хорошо показывает. Мало было, конечно, что видно, но ладно. Следующий. Это у нас телевизор Sony 8 серия. Вот, по-моему, у этого телевизора не Smart TV, насколько я знаю. Сам по себе телевизор неплохой. Но 7 серия. Все-таки я говорил, ребят, я не рекомендую вам брать 7 серии. Никогда не рекомендовал и не буду. 55 дюймов Xiaomi. Вот Xiaomi, смотрите. Получается, цена 37 тысяч рублей. Не показывает. Ну, в принципе, как он показывает, я знаю. Показывает у него Pintile. Используется PIX. Этот матрица Pintile. То есть у него ромбовидная матрица. Мне не нравится, как показывает. Samsung 55 дюймов, 7 серия. То есть 71. Вот какие-то просто уже идут улучшения от 70. Незначительные. Ну, это среднячок, в принципе. Ну, цена, не знаю. Ну, пока же нормально, в принципе. Если, конечно, бюджет не позволяет, то можно присмотреться. Так, здесь у нас телевизор LG 9 серия. Вот. Вот LG 9 серия мне очень нравится. Ну, так как здесь 49 дюймов, 75 тысяч. Не знаю. Не моя диагональ. Но показывает классно. Я его всегда рекомендую. LG 9 серия и хорошая. Вот смотрите, даже на фоне вот этого телевизора. Тут 55 дюймов. И это у нас Samsung 7300. Тоже улучшенная семерка. 50 тысяч. Он изогнутый. Ну, вот, наверное, ты его и позиционирует. Ну, тут, смотрите. Смотрите в сравнении. Тут же все даже очевидно невооруженным глазом. Понятно. Так, вот здесь у нас. Отсюда вижу. Вверху 55 дюймов LG. Это у нас, не вижу, по-моему, восьмерка, да. Восьмерка тоже у LG неплохая. Снизу LG. А модель, не знаю какая, не видно. Не видно, какая модель. Давайте все четыре возьмем в кадр. Примерно посмотрим, как все четыре показывают. Ну, конечно, здесь вот этот вот, он прям здорово, здорово отличается. Очень сильно отличается по детализации, по контрастности, ну, во всем. То есть. Так. Буду показывать хаотично, потому что я не буду сейчас ходить, выбирать тут новые модели, старые модели. Смотрите все подряд. 43 дюйма, 74 дюйма. Это семерка. Четверка. Самая, получается, высокая модель седьмой серии. Так. Ну, 37 тысяч за 43 дюйма. Не знаю, что-то цены, по-моему, подскочили. Так, рядом у нас 43 дюйма. Это тоже семерка, только 73. Давайте их сравним, кстати. Так, 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 что могу сказать? Они очень похожи. Они, мне кажется, один в один. Один в один, ребят. Если, ну, вот справа посинее, синий цвет посинее. Наверное, поинтереснее, понасыщеннее. Это LG, кстати. Это LG. Так, ладно. Вот это немножко как-то поинтереснее. Чуть-чуть, незначительно. Ну, и цена у них, в принципе, тоже. 2000 разницы, я не думаю. Давайте вот эти два сравним. 43 дюймовые телевизоры тоже у нас это LG. Оба. Один стоит 22 тысячи. Другой стоит 29 тысяч. Правый 29. Правый, блядь. Правый 29. Вот этот 22. Что могу сказать? Это у нас справа пятая серия, 53. Слева. Слева 51. По-моему, новые модели. Чего-то раньше я их не встречал. Ну, тут явно. Явно, явно лидер это вот этот. Явный лидер. Ну, не только по цене. То есть, цена все-таки его. Тут прям значительно лучше. Хотя цена немного больше. Но он значительно лучше. То есть, только его. Этот показывает серовато, так не очень. Хреновенько. 50 дюймов Samsung Q60. А, ну мы его там смотрели. По-моему, просто его сюда перенесли. Ладно, может быть у нас что? Смотрите, какой дешевый телевизор. Прикол. Декст. Вообще, 18 тысяч 50 дюймов. Телевизор. Да. Ну и показывает он на 18 тысяч. Смотрим, как работает Smart TV на телевизоре. Хайр, да? От 17 до 34 градусов. Ну, корректно вроде работает. Да? Включили вот мой канал. Смотрите, как раз на примере. Можете посмотреть. Вот такой телевизор Хайр. В принципе, довольно-таки корректно работает пульт. Ну, голосовой пульт. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он показывает. Ну, хочу сказать, неплохо, да? В принципе, более-менее так нормально. За свои деньги, да. Я считаю, что неплохо. Хотя я его и как бы недолюбливаю. Другие бренды для меня Sony всегда. Ну, ладно. Смотрим следующий. Так. 49 дюймов. LG. Получается, у нас UN. UN. UN это того года, да? 41 тысяча. Вот эти два сравним. Слева. 43 дюйма. 75-60. Новая модель Samsung. Справа 40 дюймов Dext. О, я вот этого чувака узнаю. Ну, он это. Мы с ним в ВКонтакте постоянно общаемся. Эти коллаборации делаем. То есть, он как бы мне вот предоставляет свои обзоры тоже. Вместе с ним работаем, так скажем, в Ютубе. Так, ну и давайте сравним вот эти модельки. Это у нас 49 дюймов. 41 тысяча стоит. UN. Новая модель LG. И тоже цена практически такая же LG прошлого года. Так, посмотрим, что могу сказать. Ну, честно говоря, они, на мой взгляд, похожи. Но вот этот получше нравится. Ну, вот чисто вот мое субъективное мнение. Вот тут как бы почетче, да. Да, да, да. Здесь четче. Здесь более такое немного смазанное изображение. Снизу. Все, по маленьким сейчас пока пробежимся. 33 тысячи УМ. Так, его уж показывал. Ну, на контрасте, значит, посмотрим. 37-38 тысяч справа. 43 дюйма LG. Ой, это Samsung UE43. Так, это, то есть, новый телевизор. Короче, здесь смотрим. LG новая модель. И Samsung новая модель. Цена 38-33. 49 дюймов LG. УК 62. Ну, 4К показывает так, так, так. Средне. Яркости мало. Это LG. УМ. 74-97 серия. Ну, что-то дороговато. Но показывает, если сравнивать вот с этим. Вот этот намного лучше. Четче. Ярче. Одна и та же картинка, как вы видите. Но вот этот показывает значительно лучше. По яркости, по контрастности. Да, вот этот лучше. Что у нас сверху? Это интересно. Красная цена. 80 тысяч 65 дюймов. Большой телевизор. Samsung. UE65. RU71. 7 серия? Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае не рекомендую вот такой телевизор брать. Смотрим на наличие. Значит, телевизор у нас есть вот такой вот. 65 дюймов. OLED. Вот OLED. Но дорогущая собака. Смотрите, какой OLED дорогой. Ого. Смотрите, 65 дюймов. Цена 35 тысяч рублей. DX. Модель видите сами. Цена, да? Прикол. Так, из больших тысячи телевизоров. 65 дюймов LG. Вот, 7 серия. Нет. Опять же, ни в коем случае не рекомендую брать. Вам тогда придется смотреть только чисто 4К в хорошем, высоком разрешении. Иначе это будет просто ужас, если вы будете. 60 тысяч, цена хорошая. Вот если 4К смотреть, то идеально. Но если будете смотреть кабельное ТВ или в каком-то видео в плохом качестве, то у вас просто глаза вытекут. Давайте сравним вот эти вот два телевизора. 49 дюймов. OEM. 7 серия. LG. Так. И сравним с LG. УК. То есть, шестая даже. Так. Смотрим. Ну, здесь очевидно. Вот этот намного тусклее. Вот этот как бы. Ну, давайте вот эти два сравним. То есть, смотрите. Справа у нас LG шестой серии. Слева у нас LG седьмой серии. Я уже сказал. Вот этот намного тускнее. Картинка смазания. Вот этот вот. Они оба 4К. Но вот этот явно лучше, чем этот. Ну, на мой взгляд. Ну, тут не на мой взгляд. На любой взгляд. Вот этот намного лучше. Красная цена. Samsung. А, так. RU. Это прошлого года. 71. Ну, 43. 43 не люблю я даже говорить об этих телевизорах. Потому что маленькая диагональ. Никогда я не советую их брать. Ну, кому надо маленький. Давайте посмотрим для вас. Haier. И Samsung. Давайте сравним. О, ну, здесь прям очевидно. Здесь прям очевидно. Этот Haier сливает. Samsung, конечно, намного и ярче, и детализирование, и четче. Так вот тут во всем. Все. Тут Samsung вообще, блин, полный лидер. Абсолютно. Вот с этим. Вот 43 дюймового давайте сравним. LG UM. Из этих двух. Та же самая история. Та же самая история. Тут Haier сливает по полной. Что касается, если берем вот этот телевизор. LG. Седьмой серии. И рассмотрим вот этот вот, который рядом. Samsung седьмой серии. Что могу сказать? Что я здесь могу сказать? Давайте попробую дальше от Айчи. Так, не могу больше зацепить. Ну, мне почему-то вот LG нравится больше. Хотя они очень похожи, они рядом. Вот я вот очень сейчас спрашиваю, вот эту модель сравнивают вот с этой моделью. По сути, да, они практически похожи. Тут еще по акции, поэтому цена, по сути, у них одинаковая. Ну, здесь VA матрица стоит. Ну, давай. VA. Да, да, да. Обзора больше, яркость больше. Здесь яркость, в принципе, достойная. Только и без дисплей стоит. И получается, что углов отзора меньше. Плюс, как раз-таки, если посмотреть слой белых субпикселей, то есть матрица дешевая стоит. А, с добавлением белого субпикселя. 76-я серия, она отличается от 74-й, чем то, что у нее здесь металлический корпус, металлическая задница. Ясно. И на 10-15 процентов яркость больше будет. А 74-й серия, потому что блок подсветки больше стоит. Ну, то есть, по сути, лучше тогда, как его, да, или что? 7-74, да. Да, да, лучше его. 74-й, получается, 74-й, это есть пластмассовый корпус, база их идет. 90-й, это цвет, есть 50-й, черный был, 90-й, белый размер, все остальные пульты управления. Хотя показывает неплохо, я вот так вижу, да? Ну, для такой диагонали, конечно. 4К идеально всегда смотрят, как монитор, по сути. На самом деле, только прямо смотреть. Ну, да. То есть, да, если так вот под углом уже берем, то он, конечно, это начинает. Темнеть. Так, в общем, вот хочу сравнить сейчас два вот этих телевизора. Смотрите. Цена 38 тысяч, это, получается, шестая серия у нас LG. И вот рядом тоже LG, только это, получается, у нас восьмая серия. Вот, посмотрите, какая разница. Разница существенная. В цене, я бы не сказал, что большая разница, а в качестве изображения разница очень хорошая. И вот. Эта модель идет 19-го года, а эта 18-го года идет. У нас разные энергопотребления, разные корпуса, разная тонь, толщина рамки, толщина корпуса будет различаться. Восьмая серия, она чем? Ее подсветка, получается, ярче будет работать, нежели чем там. То есть, он будет, черные сцены будут, немножко они ярче будут вот здесь вот. В отличие от седьмой серии, шестой серии. 63-90, опять же, 90 цвет белый, 50 и 63. 50, черные цвета. Цвет корпуса, да. Да, E-K, это восемнадцатый год. Здесь девятнадцатый год, SM серия. Ну, чем хорошо, что здесь NanoSell Display. Да, NanoSell. NanoSell Display, технология на квантовых точках основана. Здесь цветовой охват, то, что может телевизор показать, побольше, нежели чем там. Там 17 миллионов, здесь получается под миллиард оттенков делается. Но показывать он будет одинаково, на кабельном сигнале абсолютно. Ясно. Давайте вот эти два еще телевизора сравним. 40 тысяч, 55 дюймов. Седьмая серия LG, 55 дюймов. Восьмая серия LG, очень хорошее сравнение. Вот опять же, ну, как сказать, цена. Цена, наверное, сильно отличается. Ну и качество, вот, да? Ну, все равно, хотя, казалось бы, на одну серию выше, но... Ну, телесным цветом более яркий получается. Сам по себе вот эти моменты, которые... Темная сцена, белая сцена, вот эти вот. По сравнению с тем, они здесь ярче, там, пусть, нет. Ну, да. Так, может быть, на камеру и не сильно заметно, но я вот вам точно говорю, вот этот вот, он... Нам, как бы, и ярче, да, и детализирование, и более, так скажем, контрастнее, что ли. Не знаю, я вот седьмую серию не советую, восьмой, в принципе. Лучше доплатить. Телек же берется на много лет. Да, да, абсолютно верно. Следующий. 49 дюймов LG. Седьмая серия, уэн. Ну, здесь просто то же самое, что и тот, только с добавлением чего-то, или наоборот убрали, то есть... Ну, это восемнадцатый год. Восемнадцатый. А это такой же, получается, только двадцатый год. А, это двадцатый год. Просто у них до восемнадцатого года были шестерки, а потом они перестали делать шестерки, начали делать семерки. Семьдесят третья серия у них самая младшая получается. И получается, что шестерок уже нету, получается только семерки. Так, я правильно понимаю, это 2020 год? Это двадцатый год, базовая серия, белый цвет. Ясно. Так, ребят, вот новый телевизор, двадцатый год. Ну, что я заметил? Он очень здорово выцветает под углом. Это что у нас IPS-матрица? У всех IPS-матрица. До восьмой серии у них у всех, получается, IPS-дисплеи стоят с углами обзора минимальными. То есть их смотреть только прямо. Под углами будут искажения. С восьмой серии получается чуть-чуть больше угол обзора. Если надо максимальный угол обзора, покупаем либо OLED, либо Samsung, либо Sony. Короче, пятьдесят пять дюймов UN. Правильно понимаю, тоже 2020 год? Так, друзья, 2020 год, новая модель. Какое отличие у нас там получается, так, цена пятьдесят три тысячи, восьмая серия. А ведь цена-то хорошая. Цена отличная, я бы сказал. До восьмой серии 2020 года. Показывает неплохо. Отличная у него. Вот что сразу бросается в глаза. Яркость хорошая. Белый цвет прям реально насыщенный белый яркий цвет. Вот в отличие даже, давайте с этим на контрасте посмотрим. Понимая, да, некорректное сравнение, седьмая серия. Того года. И более старшая модель этого года. Ну, понимаю, да. Но просто сравните. Посмотрите разницу. Мне кажется, даже на камере будет очевидно видно разницу. Намного белый цвет, черный цвет намного лучше. Картинка более контрастная, яркая. Ну, все как, как говорится, по классике. Так, это у нас LG. LG 86, это 19-й год, 86-я серия. Это то же самое, что вот эта. Только там процессор помощнее стоит. Альфа-7, вот он, колябовский процессор. Вот. И матрица сама на 120 Гц. О, матрица на 120 Гц. Кто-то спрашивает. Здесь на 60 Гц стоит матрица. Она визуально никак не будет видна, только лишь нагрузка на глазах. Ну, кто спрашивает, кто хочет 120 Гц, ребят, вот. Цена, в принципе, приемлемая для 55 дюймов. 8-я серия LG, NanoCell, да я понимаю. Так точно. О, да, видно. Ну, так, давай вот с этим сравним. Как раз, смотри, интересное сравнение. 8-я серия, получается, у нас 2020 года. И 8-я серия прошлого года. Давайте сравним по качеству изображения. Ну, металлический. Это же тоже 20-й год. Вот мне справа нравится лучше. А почему такая разница? Казалось бы, вот это вот телевизор, это... Вот это вот, да, 20-го года. Вот это прошлого года. Почему вот это показывает лучше? Почему 19-го лучше? В подсветке больше стоит, процессор лучше стоит. За счет этого уровень яркости больше. Так получается, значит, смотрите. Ну, нет, разница не сильно большая, но не сильно, не сильно. Они прям похожи. Не, честно говоря, показалось что-то первый раз. Ну, может, немножко, да, получишь? Немножко. Ну, ярче работает. Ярче, да, немножко поярче. Ну, по сути, они очень похожи. Так что, ну, не знаю, переплачивать, на мой взгляд, не стоит. Покупайте телевизор хайр. Так, самсунг, вот. Ну, это уже, в принципе, в каждом, наверное, моем обзоре есть. Телевизор RU прошлого года. Самсунг 74-00. Довольно-таки такой телевизор, который уже все сто раз видели, уже зарекомендовал себя. Хороший среднячок за 50 тысяч, ну, в принципе, даже вот на фоне, даже на фоне вот этого вот LG, который рядом стоит, с прошлого года, восьмой серии, он показывает, на мой взгляд, получше. Вот если прямо вот так здесь сейчас смотреть, то Самсунг, Самсунг показывает лучше, чем LG слева. Хотя цена на 10 тысяч разница. Я бы взял Самсунг. Следующий телевизор у нас Самсунг. Это у нас тоже самое. Младший брат 74-00. Тоже седьмая серия, 4К. 40 тысяч рублей, 55 дюймов. Давайте их сравним. Более новую модель с более такой дешевым, так скажем. Ну, очевидно. Тут очевидно. Вот этот, конечно, прилично лучше. Прилично лучше. 74-я модель намного лучше, чем 70-я. Тут бесспорно во всем абсолютно. Телевизор не показывает, но посмотрим наличие. 24 тысячи стоит, Dext 50 дюймов. Вот такая модель 4К. Не знаю, как показывает, не показывает. Следующая модель по красной цене 36 тысяч. Самсунг. Так, это у нас Самсунг. Что-то какая-то интересная. Наверное, новая модель, что ли. А, это Full HD. Full HD. Нет, Full HD мы не смотрим. Мы его с вами нормальные ребята, мы Full HD не берем. 4К. 50 дюймов. Самсунг. NU. О, NU. Это же совсем уже, по-моему, это 18-й год. Ничего о нем сказать не могу. Нет. 7-я серия. NU. 50 дюймов. Нет. Мне не нравится. Следующий. Hesensia. Не знаю даже, что это такое. Ну, собственно... Я сейчас правильно сказал, не обманул людей, что вот этот телевизор 18-го года. NU. NU это, по-моему, 18-го года, да, шли они? Да, да, да. Все правильно, значит, сказал. Ладно. Этот у нас телевизор вот такой вот есть. Следующий. Samsung по красной цене 38 тысяч рублей, 50 дюймов, RU того года 71.20. Вот я бы, если вот из 7-й серии брал бы только 74-ю, наверное. То есть... 74.00, да, ну, начиная, допустим, или уж восьмую тогда серию. 74.00, 74.70, 74. Там цвет просто корпуса будет меняться. Цвет меняется. И модели одинаковые. 71-й серия будет отличаться тем, что это, ну, база 74-я с блоками подсветки, с пультом управления будет идти. Ну, да, вот, кстати, это... С голосовым пультом управления это очень здорово, ребят. Советую. Удобнее. Удобнее, да, намного. Ну, и вот, в принципе, вот они рядом. Получается, вот, 71.00, это 70.00. Смотрите, цена не намного больше. Желтый цвет насыщеннее. А желтый цвет насыщеннее, да. И телесный цвет насыщеннее. Вот, смотрите, переплата в 2000 рублей, да, получается, в 2000 рублей. А показывает он... Ну, не сказать, что там прям уж значительно. Ну, лучше, 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 явно лучше. Да, цвета более насыщенные, цвета более насыщенные. Вот даже прорисовка вот буквок таких, и здесь какие стоят. Ну, да. Видно, что здесь вот четче прописано. Ну, вот еще одно сравнение интересное для вас нашел. Смотрите. Samsung 7 серия TU. Новая у нас модель. И у нас LG 43 дюйма тоже 59.10. Смотрите. На ваш, так скажем, вкус. Вот здесь, хоть и цвета не такие яркие и сочные, но детализация отличная. Вот у этого телевизора, но у телевизора LG детализация, конечно, упущена совершенно. Вот два одинаковых ролика. Стандартные настройки специально поставили. Не знаю, как сейчас передаст камера, но я однозначно выбираю вот этот телевизор. Вот у этого вот все смазано, как говорится. Цвета, да, сочнее как-то, да, вроде. Красный, более красный, так скажем. Ну, сочнее, ярче. Но вот у этого детализация на голову выше. Все намного четче, как будто, знаете, ощущение, что вот здесь вот Full HD, а вот на этом вот 4K. Вот создается такое впечатление. Хотя вот этот вот, как бы, цвета более-таки насыщенные у него. Сегодня мы посмотрели ассортимент телевизоров магазина ДНС на Туркестанский, город Оренбург. Ну и все по классике. Хотим продолжения. Показываю мне это любым для вас удобным способом. Пишем комментарии, ставим лайки обязательно. И мы поедем в следующий магазин и покажем вам его ассортимент. Ну и в заключение, что хотел бы сказать. Отдельную благодарность хочу выразить консультанту. Это единственный магазин, в котором попался действительно грамотный консультант, который отвечал абсолютно на все вопросы. Развернуто, очень подробно. Так что магазин на Туркестанской ДНС абсолютно могу рекомендовать каждому. Ну а для вас сегодня снимали видео Олег и Светлана. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч, друзья.